Здравствуйте, уважаемые зрители! Вы продолжаете присылать нам свои вопросы. И сегодня на них ответит метрополит Симбирский Новоспасский Лонгин. Здравствуйте, Владыка! Добрый день! Первый вопрос от Василия. У нас родился сын, мы хотим его окрестить, но, к сожалению, среди друзей и родственников нет верующих. Можно ли попросить нашего батюшку из церкви, в которую мы ходим, стать крестным? Если он откажет, возможно ли обойтись без крестных? Если вы сами, люди верующие, церковные, посещаете храм, исповедуетесь, причащаетесь, участвуете в таинствах церковных, то, во-первых, можно попросить батюшку, тем более, если вы его знаете, и он знает вас. Другое дело, сможет ли он на себя взять обязанности крестные, это все-таки достаточно хлопотное дело. Если сможет, очень хорошо. Если не сможет, не обижайтесь на него, потому что священник, человек занятый, и по-настоящему уделить внимание вашему подрастающему малышу ему будет непросто. В крайнем случае можно крестить без крестных, если родители сами являются по-настоящему воцерковленными, верующими людьми. Наверное, можно обратиться к прихожанам в церкви кто-нибудь? Да, если вы ходите в храм, прозвучал такой вопрос, что с одной стороны, среди наших друзей и знакомых нет верующих людей, а с другой стороны, храм, в который мы ходим. Вот вопрос, что подразумевается по слову «ходим в храм». Если человек ходит в храм, как я уже сказал, регулярно, постоянно, то люди, стоящие рядом с ним на богослужении, они не могут быть ему чужими. Они, ну, вольно-невольно, они знают друг друга, и вполне можно попросить кого-то из прихожан, если удосужились за это время познакомиться с ними, можно попросить кого-то из прихожан стать крестным. Но в крайнем случае можно крестить и без крестного. Следующий вопрос от зрительницы. Может ли православная христианка заниматься йогой? Действительно, после занятий йогой чувствуется прилив сил? Ну, йога – это некий комплекс таких психосоматических упражнений, которые, так сказать, в комплексе влияют на человека, и на его физическое, и на его душевное состояние. Там есть, насколько я знаю, я никогда не ознакомился близко с йогой, но я знаю, что всё-таки это физическим упражнением соответствует ещё и некая идеология. Назовём это так, да, или квазирелигиозные какие-то такие вещи, убеждения, символы. Я бы не советовал, потому что это достаточно сильно переплетено, и отделить, скажем так, физику от психосоматики очень сложно здесь. Поэтому я бы не советовал. Ну, это, наверное, касается и других восточных единоборств. Да, совершенно верно. Тем более, что у систем, скажем так, оздоровительных, систем, поддерживающих физическое состояние человека, без примесей вот этих вот восточных религий, или, так сказать, квазифилософских каких-то учений, вполне достаточно. Можно найти себе любой комплекс, так сказать, упражнений, которые будут действованы. Спрашивает Юлия следующий вопрос. Работаю в сельском клубе, хочу открыть музей. Сегодня принесли старое Евангелие. Как-то на душе тяжело стало, так как считаю, что такие вещи должны храниться при церкви. Как мне поступить? Музей, во-первых, это очень хорошо. Я сразу хочу, во-вторых вопрос, поблагодарить за эту замечательную мысль. Музей – это очень хорошо. Что касается церковных предметов, почему бы? Они могут вполне быть в музее, тем более это старенные какие-то вещи. Наверняка есть у людей какие-то иконы, может быть, уже старые, или еще какие-то книги церковные. Мало ли, когда в 20-е, 30-е годы разоряли наши храмы, люди верующие спасали все, что могли. Несли домой какие-то иконки, какие-то предметы, утвари, облачения. Потом, когда храмы открывались уже в наше время, ведь очень много икон и утвари церкви было возвращено верующими людьми. Поэтому, если в селе нет храма, то вполне возможно, что музей может содержать какие-то отдельные предметы, касающиеся жизни церкви. И вполне можно посвятить этому какой-нибудь стенд. Я видел такие музеи сельские, где, смотришь, там, кадила старая лежит, какой-нибудь крест на престольной, евангелие, молитвослов, псалтирь, какие-то книги, может быть, потому что были верующие люди, которые даже предвоенные, послевоенные годы порой собирались по домам, и там таким мирским чином даже совершали богослужения по книгам, по церковным книгам. Вот такие, ну, они уже скончались, их сейчас уже практически не осталось, таких людей. Я думаю, что вполне возможно это сделать. Далее спрашивает Алексей. Если не помнишь, крестили тебя или нет, сейчас, кстати, таких людей много, к сожалению, и не у кого об этом спросить, можно ли креститься? Мне 45 лет. Но нужны ли в данном случае крестные? Если Алексей решил покреститься, потому что он стал христианином, он уверовал в Бога, то крестные могут быть, но не обязательно. Конечно, лучше всегда иметь какого-то человека, с которым в добрых отношениях друга или товарища, который при этом верующий, православный, практикующий христианин. И он может быть крестным. Опять же, как и в первом вопросе, если такого поблизости нет человека, то можно бескрестно принять крещение. У нас очень много людей, которые не могут подтвердить или опровергнуть факцию его крещения во младенчестве. Условия были такие, что для того, чтобы крестить ребёночка, люди иногда ехали за 3-9 земель, туда, где их никто не знает. Потому что, если крестить ребёнка дома, то была опасность, что, во-первых, было обязательное требование предъявить паспорт. Ну, в церкви не могли его обойти, это требование. И если предъявляли паспорт, потом об этом сообщали на работу, по месту учёбы, начинались проблемы. Скажем, в 70-е, 80-е годы уже не выгоняли с работы, не сажали в тюрьму, как, скажем, в 30-е. Но всё равно проблем можно было получить достаточно много. Поэтому люди ехали куда-нибудь за 3-9 земель и уж, конечно, старались покрестить, чтобы никаких материальных следов, в том числе и записей, нигде не оставалось. Потом родственники умирают, бабушки, дедушки умерли. Мама то ли знает, то ли... Вроде бабушка крестила. Опять же, как бабушка крестила? Иногда крестили сами люди верующие, церковные. Вот, как я сказал, читали, собирались по домам и служили таким мирянским чином службы. Так и крестили младенчиков. Дело в том, что из всех таинств церкви крещение – это единственное, которое может совершить обычный мирянин, не священник. В случае необходимости, когда священника нет поблизости. И поэтому очень многие такие вот крещены, как это даже говорится, бабушками. А бабушка крестила. Вот, берется святая вода, поливается с словами «Крещается раб Божий такой-то во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святаго Духа». Аминь – то, что говорится, когда ребенок, когда крещаемый погружается в купель. Вот, поэтому вполне возможно, что и такое было. Но это крещение надо восполнять еще в храме. Поэтому вот для таких случаев есть такая практика. Человек, который не знает, был ли он крещен или нет, приходит и крестится. И священник, когда его крестит, крестит его с формулой «Аще не крещен». То крещается раб Божий, допустим, Иоанн, «Аще не крещен», если не крещен. И дальше совершается, собственно говоря, вещь и крещение. Потому что, действительно, мы не можем зачастую выяснить, было ли крещение или не было. Поэтому я этому человеку могу посоветовать так вот прийти в храм и рассказать об этом, о том, что он не может знать факт своего крещения, и попросить крестить его с такой формулировкой. Любой священник это знает и это делает. Спасибо, Владыка. До свидания. До свидания, уважаемые зрители. Небесный заступник города Симбирска, ангел-хранитель города, все это о нем, святом, блаженном Андреем Симбирском. Святой, прославившийся даром прозорливости, взявший на себя подвиг юродства Христа ради и сегодня молится о жителях Симбирско-Ульяновска. Родился блаженный Андрей Симбирский в миру Андрей Ильич Огородников в 1763 году в бедной семье. В детстве он был очень болезненным. С 7 лет блаженный Андрей взял на себя подвиг посенчества и подвиг молчания. В любую погоду он носил только длинные рубахи, ходил без обуви и головного убора. Жители Симбирска считали святого Андрея ангелом-хранителем, поскольку знали, что он молится за город и его жителей день и ночь. За время жизни святого в Симбирске не случилось крупных пожаров, хотя дома в ту пору были деревянными. Святой блаженный Андрей Симбирский, наш покровитель нашего города Симбирска-Ульяновска, он родился еще в 18 веке, с раннего детства был постником, был молчалив, удивлял всей своей жизнью и в последующем уже чудотворением, прозорливостью. В постоянном подвиге и всевозможных лишениях прожил Андрей Ильич 78 лет. 28 ноября, 10 декабря по новому стилю, святой приставился ко Господу. На его отпевание пришло множество горожан. По описанию очевидцев, при выносе и погребении блаженного, только тот из жителей города оставался в своем доме, кому не было возможности сделать ни одного шага. За шесть суток прощания с покойным, тление не коснулось его останков. Он был похоронен у храма Покровского монастыря Симбирска. В конце 1920-х, в начале 1930-х годов, Покровское кладбище было уничтожено, а могила старца была засыпана. Десятилетие она находилась под слоем битого кирпича, щебня, асфальта, но люди приходили на это место. 5 сентября 1991 года в результате поисковых работ, организованных Симбирским епархиальным управлением, был обнаружен склеп Андрея Блаженного. Некоторое время мощи покоились у Всесвятском храме, а затем они были торжественно перенесены в кафедральный Спасовознесенский собор, где находится до сегодняшнего дня. В 1998 году Блаженный Андрей Христа ради Юродивой был прославлен как местно чтимый святой, а в 2004 году состоялось его общецерковное прославление. К Блаженному Андрею часто обращаются за молитвенной помощью. Сотрудник музея имени Аркадия Пластова, краевед Антон Далматов рассказывает, что у его племянницы Серафимы после рождения случилось воспаление глаза. Врачи сказали, что необходимо хирургическое вмешательство. Родители боялись делать операцию и решили сначала съездить и помолиться в Дивеево, но заболевание не прошло. Тогда они вспомнили слова святого Серафима Саровского. «Зачем вы труждаетесь приходить ко мне, убогому Серафиму? У вас лучше меня есть, Андрей ваш Ильич!» и решили помолиться перед мощами святого Блаженного Андрея. Родители моей племянницы, они с такой горячей молитвой приехали сюда в Спасовознесенский собор. Мама читала Акафист, и в ту же ночь действительно этот гной прекратился. Это действительно наша семейная история, реальность. То есть здесь подтвердилось то, что Андрей Сембирский чудотворец, и слова Серафима Саровского, которые указаны в житие нашего Андрея Блаженного. День памяти Блаженного Андрея отмечается 10 декабря. Обычно в этот день к мощам святого приходит множество людей. Богослужения в Кафедральном соборе совершают архиереи Симбирской митрополии. Подвиг юродства, наверное, самый сложный и для очень многих людей непонятный подвиг. Когда человек принимает на себя видимый облик безумия, за которым скрывается мудрость во Христе. Вот эта вот удивительная готовность людей полностью отдать себя ради Бога, упраздниться от всего того, что составляет радость и ценность человеческой жизни, ради того, чтобы быть всегда с Богом, это удивительное качество, на которое мы можем взирать с благоговением и только вздыхать о своем недостоинстве и просить Бога, чтобы Он дал хотя бы нам крохотную частицу той решимости, той любви к Богу и той готовности к самоотвержению, которую имели святые. Небесный наш заступниче за нас...